Несколько сотен участников на центральной площади краевой столицы. На этот раз митинг в Барнауле привлек не только пожилых людей. Мы это, наверное, доживем. Мы закалены всеми условиями жизни и нашей общей солидарностью. А каково нашим детям? На сравнении даже того же социолога, который работает в кабинетах, делает опросы, и рабочего, который работает на заводе, на каком-то тяжелом производстве. Соответственно, у него должен быть пенсионный возраст меньше. Точно так же, как и у силовых структур. Они рискуют свою жизнь, у них пенсионный возраст меньше. Ну а почему у людей, работающих на заводе, такой же пенсионный возраст, как у социологов? О своих перспективах выходят говорить будущие пенсионеры. Напомним, предлагается повысить возраст выхода на отдых у мужчин до 65 лет, у женщин до 63, то есть на 5 и 8 лет позже, чем сейчас. Участники акции возмущаются такому резкому скачку и сомневаются, что поступлений в пенсионный фонд будет достаточно. Увеличат снабусть за счет наших же опять детей. А дети сейчас половина работают вне графика, вне, просто без цехового стажа. Откуда они возьмут фонды эти? Правда, сами выступающие далеко не всегда говорили про пенсионный возраст. Некоторые переходили к тему выборов в других регионах и призывали к отмене результата в Приморском крае и Хакасии. В завершении персек КПРФ Мария Прусакова объявила, что в эту субботу в Москве будет проходить заседание, на котором обсудят проведение референдума о пенсионном возрасте. Коммунисты надеются, что алтайские предложения будут услышаны ко второму чтению законопроекта. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.